Вопросом эпилепсии я занимаюсь уже 20 лет, и в какой-то момент я понял, что те стандарты и протоколы, которые существуют по противосудорожной терапии, не работают, и мы стали искать какие-то новые варианты усиления противосудорожных возможностей, и поняли, что это кетогенный рацион. Сейчас мы его уже несколько лет используем в клинике, и потом постепенно мы поняли, что на самом деле кетогенная диета – это не только решение вопросов эпилепсии, а логика была такая, что если самые тяжёлые случаи, которые не поддаются противосудорожной терапии, мы решаем с помощью кетодиеты и полностью снимаем с препаратов. Первый такой пациент у меня был 6 лет назад. После этого мы поняли, что и более простые случаи мы тоже можем лечить без таблеток, без пожизненного приёма препаратов, и стали это внедрять в обычные массы. Потом я помню такую историю, когда ко мне пришла пациентка, это была дама, значит, 35 лет, и, к сожалению, у неё были ежедневные судорожные приступы, и мы с ней прошли все классические варианты подбора противосудорожной терапии, они просто не работали. И вот в операции ей отказали, а весила на 130 килограммов, и она приходит ко мне и говорит, а что же мне дальше делать? Ну, а действительно, уже больше делать нечего. И я ей сказал, проходите в палату. Она зашла в палату, мы с ней провели кетоген, и на сегодняшний день у неё приступов нет, она сбросила 40 килограммов, и, значит, от противосудорожной терапии она практически полностью ушла. И дальше мы поняли, что, применяя эти протоколы кетогенной диеты совершенно в самых простых, так скажем, уже вариантах, я на себе стал это пробовать, и мой вес пошёл вниз в диабете. Вчера ко мне приходил пациент с диабетом первого типа, и там вы сказали про революцию, ну, и тоже это правильные слова. Вчера приходит пациент с диабетом первого типа, это ребёнок 15 лет, значит, и мы спрашиваем, как у него выстроен рацион. А диабет – это заболевание, при котором нет, по сути, усваиваемости глюкозы, она очень высокая, потому что, собственно, инсулин не вырабатывается и не помогает метаболизироваться глюкозе. Высокий уровень глюкозы приводит к интоксикации организма и развитию множества осложнений диабета. И я и начинаю формировать рацион. И первое, что мы делаем, это исключаем все мучные продукты, поскольку глютен обладает свойством сам по себе провоцировать диабет, потому что запускает ряд аутоиммунных процессов, собственно, как и казеин. Поэтому базовая основа рационов при аутоиммунных заболеваниях – это безглютеновая и безказеиновая диета. Так вот, в чем идея? Я им говорю, что первое, что мы делаем, это исключаем все мучное и потом исключаем все сладкое. Для того, чтобы просто глюкоза в организм не поступала, и тогда инсулин не потребуется в таком большом количестве, как вы его подкалываете себе ежедневно пролонгированные после каждого приема пищи. Так вот, у нее все меню было рассчитано и дозировки рациона в расчет на хлебные единицы. Понимаете, то есть на сегодняшний день стандартная диетология, вот если я рассказал в одном абзаце, что мы не употребляем глюкозу, на которую он организм не может принять из-за того, что у нее нет инсулина, стандартная диетология рассчитывает рацион пациентов с диабетом первого типа по хлебным единицам, ну, которого в принципе быть не должно. Конечно, там иногда, так сказать, когда из своей внутренней миграции, из своей клиники, потому что я сейчас живу действительно таким режимом, что я с утра спускаюсь, сажусь в свою машину, приезжаю в клинику, вечером приезжаю домой. И, собственно, даже не замечаю, что происходит вокруг. Либо маршрут может удлиниться, когда я из дома уезжаю в аэропорт, опять там в какую-то клинику, там консультирую, потом в аэропорт и обратно. Ну, то есть, по сути, отхождения от маршрута нет. И вот когда ко мне прилетают такие истории, то мне, конечно, становится немного не по себе. Ну, давайте вообще объясним, в чем суть. Суть в том, что я говорил с одним очень мудрым человеком, с рыбой, и он мне говорит, вот мы то, что мы едим. Он говорит, вот я когда молюсь, вот я знаю, что я поел, так я и молюсь. Вот как-то не странно, да, вот. А или вот я чувствую, а или бы я себя так чувствовал. Я когда говорил с доктором генералом, я слушаю, слушаю, слушаю и понимаю, что многие истории, в том числе и онкологические, о которых мы говорим, в том числе и имеющие отношение к психиатрии, к депрессии, связаны с тем, что это реакция организма на интоксикацию, на отравление. А откуда идет это отравление и как с ним бороться? Вот это, по большому счету, и есть главный вопрос медицины. То есть, вот найти причину, по которой организм таким образом реагирует на то, что ему не нравится. Вы говорите как очень продвинутый врач, потому что действительно сейчас концепции медицины, они сдвинули в сторону борьбы с симптомами. То есть, клиника боли, что-то болит, будем давать обезболивающие. Ну, там, клиника псориаза, то есть, что-то высыпало, значит, будем мазать сверху какой-нибудь гормональной мазью, убирать сыпь или там ее чем-то замазывать. Ну, и так далее. То есть, вся терапия симптоматическая, она действительно не ищет причину, а ее надо устранять. И действительно, мы есть то, что мы едим, это еще Сократ, насколько я помню, произнес, и так и есть. И наша парадигма, скажем так, диетологии, она, конечно, в корне отличается от того, что говорят стандартные диетологи. В чем идея? Идея в том, что стандартная парадигма говорит о том, что, смотрите, вот есть морковка, в ней есть витамина А, отлично, а вот есть пшеница, в ней есть витамины группы В. А давайте смешаем, значит, морковку с пшеницей, и у нас получится полноценное питание, которое будет нас насыщать витаминами. И мы говорим по-другому. Мы говорим, что нам нужно исключить все те продукты, которые вредны, и рассматриваем мы продукт не с позиции его пользы, а с позиции его вреда. И когда мы начинаем разбирать эти продукты с позиции вреда, выясняется, что 80% того, что мы сейчас употребляем, это вредно для организма. Что значит вредно для организма? Это значит, либо это само по себе запускает воспалительные процессы, либо само по себе способствует интоксикации, либо само по себе сбивает всю микробиоту кишечника. А микробиота кишечника – это наш отдельный орган, который нам должен синтезировать витамины и должен нас сохранять от каких-то нападок патогенов. И у них своя война, значит, так, чтобы эти патогены не попали, и их токсины потом не попали в организм и не начинали его убивать. Кроме этого, ряд сам продуктов запускает аутоиммунные заболевания. Так вот, если мы разобрали продукт с позиции его вреда, то тогда выяснится, что очень много пищевого мусора нужно удалить. Это первая парадигма, так скажем, кета-лайфстайла или того и той, тех рационов, про которые я рассказываю. Вторая парадигма – это питание имеет пищевую ценность, и её можно рассчитать. То есть, если мы употребляем продукты, которые содержат аминокислоты, питательные вещества, биологически активные вещества, то, допустим, поедаем, допустим, мозги, как ни странно, кто их обычно ест, но это нейропептиды. Врачи пытаются нейропептиды капать в нас через нос или водить внутривенно. Мы их можем есть, и они будут усваиваться нами. Когда мы пьём бульоны, в наш организм попадает коллаген. Мы, конечно, можем запихивать его в качестве капсул, но самый биологически активный коллаген будет заходить в нас через естественные продукты. Да, это популярная нынче штука, вот эти бульоны. А эта тема однозначная совершенно. И, допустим, там доктора назначают препараты, стимулирующие работу надпочечников. А мы все на стрессе, и надпочечники у нас слабые. То мы можем есть эти надпочечники, получать те же самые биологически активные вещества. Это я говорю упрощённо. Или там печень, это витамины группы В, уже жиржестворимые. И, опять же, они, и витамин Д там же, мы их будем получать с пищей. При этом, если у нас весь рацион выстраивается так, то мы не только получаем калории, мы с этими калориями заводим в себя достаточно большой индекс полезных веществ. Если у нас из этого калоража, который мы употребляем за сутки, 80% еды – это пенопласт, так я называю пустые калории. Пустые калории – это макароны, картошка, рис, по сути, гречка, ну и, конечно, все углеводы, кондитерские изделия и даже фрукты. Потому что витаминов там нет, аминокислот там нет, ничего, то, что будет стимулировать наш организм… Ну, фрукты хоть что-то есть? Ну, если мы посмотрим, ничего там особо нет, кроме фруктозы, которая… А витамины вот это вот? Там есть фруктозы. Нам раньше сказали, ешь яблочко, железо съешь там. Я же говорю, это первая пародима, когда в любом, разложив любой продукт, мы что-то найдём, и потом мы можем просто в маркетинговом плане рассказывать, что это полезно. Но если брать фрукты, то это всегда лектины, и это всегда фруктоза. Поэтому углеводы там представлены фруктозой. Фруктоза, проблема её в том, что она в организме не метабилизируется, она прямо идёт в печень и происходит его ожирение. Вот знаешь, в чём разница до Торы? Ты футбол уже не любишь, наверняка, играть. Я играю. Сейчас будет турнир Гнашевича, и я участвую. Участвую. Вот заметьте, за что мы любим футбол? За то, что ты сделал один хороший пас, один раз прилично ударился, и остальные ошибки забываешь, и тебе кажется, что ты прекрасно сыграл. Да. Вот за это я ненавижу теннис. Потому что ошибка, всё, до свидания. То есть сразу надо всё-таки количество ошибок, чтобы было меньше, чем количество удачных движений. Да, вот это в игровых я ещё бадминтоном занимаюсь, и там тоже. Все считают ошибки, не считают забитые мячи, считают ошибки. Поэтому здесь как? Что значит пустые? Мы всегда находим оправдание, что было вкусненько, это как в футболе. Ну, есть же, вот это, железо есть, есть, давай сюда тонну яблок. А когда говорят, что вредное нельзя, это какой-то теннис уже получается. Так вот, мало того, что это пустые калории пенопласта, они ещё интоксиканты. За счёт лектинов, за счёт фруктозы, за счёт той химии консервантов, которая содержится в так называемых, так скажем, полуфабрикатах. Что мы тогда получаем? Собственно, почему я так уверенно сейчас об этом говорю? Потому что моя основная работа – это работа с тяжёлыми неврологическими пациентами, с тяжёлыми онкологическими пациентами, с теми пациентами, которые находятся, как я говорю, в метаболическом кризисе на дне биологии, и где никакие другие альтернативы не рассматриваются. То есть, если мы ещё можем подискутировать в каком-то кругу здорового образа жизни, что похудеть можно разными способами, то в том дне биологии, который мы имеем, вариантов уже нет. Там нет даже люфта, лага по времени для принятия решений, тестов и проб. Так вот, эти парадигмы работают там. Но, мало того, количество пациентов с аутизмом растёт сейчас катастрофически. Я об этом говорю при каждом случае. И недавно была выложена статья. В американском городе 3% детей уже больны аутизмом. Всего лишь 5 лет назад это было 1%. 10 лет назад это было 0,1%. Причина? Вот, сейчас к этому и подходим. Кроме аутизма, растут нейродегенеративные заболевания, растёт тяжёлая эпилепсия. Тех пациентов, которые я мог раньше, работая в республиканской больнице, видеть один раз за год и считал, что это уже вот, у меня, значит, я видел такую сложную историю. Сейчас я их вижу по 5, 7, 10 за приём, ну, за мой рабочий день. Количество онкологии растёт, не говоря уже о метаболических заболеваниях, диабетах. Это тоже количество растёт. И аутоиммунные заболевания тоже растут. И, конечно, этот рост нельзя сказать, что стало лучше диагностика. Это сразу отметается, потому что те заболевания, которые мы обсуждаем, они не могут быть скрыты. Когда у пациента, у ребёнка аутизм, и он разносит всю квартиру, и поджигает эту квартиру. Значит, ну, вы поймите, мы эти особенности поведения, не можем к ним придираться. Это всё тяжелейшие дети, неречевые, с сильными, очень психическими изменениями. А почему мы так в этом случае говорим про рационы? Потому что биохимия определяет поведение. И наша биохимия определяет и наше поведение в том числе. Какой уже накопленный опыт по работе с детьми? Ну, аутизмом стал плотно заниматься именно биокоррекцией аутизма в течение трёх лет. И сейчас я могу сказать так, что анализируя... Ну, я работал практически без выходных всё это время, и скажу, что в том числе и за тем, чтобы максимальное количество пациентов через себя пропустить, чтобы увидеть обратные фидбэки и увидеть, насколько моя парадигма работает. И сейчас я всё чаще на приёмах говорю спасибо пациенту, что вы... вот ваша папочка, она уже не первая на этой полочке, но я ставлю её, и эта полочка становится ещё более заполнена, что та история, которую мы с вами отработали, она эффективна. Сейчас я могу сказать, что в той или иной степени, но процентов 70-80 пациентов с аутизмом у нас имеет постепенное восстановление, то есть при росте речевых функций достаточно быстрый возврат контактных возможностей, они же теряют зрительный контакт, теряются речевые навыки, и происходит восстановление. И это всё через доказательную медицину? Ну, мы доказываем это ежедневно. То есть это не субъективный фактор? Конечно. Придём, как я понимаю, не только дети из России? Ко мне сейчас приезжают пациенты из... ну, это в основном русскоговорящие пациенты, но из всей Европы, потому что они поняли, что такой системный подход, когда мы уделяем внимание микробиоте, системному воспалению, ищем это воспаление в разных органах. Это могут быть слюны и железы, и это может быть кишечник, это может быть кровь, лимфоузлы. Кроме этого, обсуждая генетические предрасположенности, именно метаболические, не просто генетика аутизма, а у кого какие особенности детоксикации, у кого какие особенности переваривания и метаболизма витаминов, это всё определяет нашу биохимию. А я уже сказал, что биохимия определяет поведение. Эти алгоритмы разработаны, когда мы отрабатываем сначала факты воспаления, потом делаем детоксикацию, потом восстанавливаем всё то, что не хватало в организме в плане аминокислот, и в плане гормонов, и в плане витаминов. Те же самые принципы используются и в режиме антиэйджа. Это уже такая отдельная история, которая, собственно, востребована обычной публикой, и мы говорим о кето-лайфстайле, что те же самые принципы формирования рационов и те же самые принципы антиэйджа «убери всё, что мешает», а старость – это накапливание разных заболеваний и поэтому деградация организма, и добавь всё, что ему не хватает, мы позволяем выйти на другой функции. Я когда услышал, что какие-то диеты клёвые, всюду, потому что инстаграм, идёт реклама, постоянно, в Америке это вообще большая тема, продаётся кето-еда, я привожу Василию Олеговичу, говорит, посмотри. Он говорит, ну это вообще мусор, это мусор, это мусор. То есть, ну, просто название исключительно работает как рекламное, а по сути не имеет никакого отношения, то есть, модно продаёт. Но сама идея, что надо есть мясо, рыбу, морепродукты, субпродукты и жир, ну да, масло, меня, естественно, сразу убивает. Я говорю, а как же яблочко нельзя, а овощинку нельзя, если жесткачь. И думаешь, а радость-то, радость-то где? Радость, радость была. И больше не будет всё. Не будет. При этом, ну, мне тяжело, я никак не могу пока войти в кетос. Не знаю, кому дать денег, чтобы войти в кетос, знаешь. А кому позвонить, чтобы в кетос впустили? Так красиво звучит очень. Пока не впускается. Ну, общие принципы, действительно, задачи кето-диеты, причём так называется. Первый принцип мы в самом начале обсудили – это иллюминация. То есть, исключаются продукты, которые нам мешают, и те пункты коррекции биохимии, которые я озвучил, они просто сбивают. А вторая часть – это уже метаболическая часть, собственно. Чем отличается кето-лайфстайл от непосредственно кето-диеты? Это тем, что основной источник, ну, по сути, единственный источник получения энергии в организме становятся жиры. И результатом обмена жиров в организме именно в энергетическом направлении является образование кетонов. Именно эти кетоны дальше уже митохондрии используют для синтеза энергии. Если в организме имеется избыток углеводов, то тогда кетоны даже при большом употреблении жира перерабатываться не будут. И проблемы нынешнего ожирения, они происходят в чем? Что мы переедаем углеводов, а углеводов мы переедаем, потому что, ну, как раз запускаются процессы инсулина, формируются инсулиновые качели, и мы вынуждены есть много раз в день. И в результате все равно калорий становится больше. Причем таких калорий, как я уже сказал, пустых. Так вот, то, что мы энергетически не переварили, все это уходит в жир. И при этом, если взять простую математику, то в одном грамме углеводов 4,5 килокалории, а в одном грамме жира 9 килокалорий, то есть в 2 раза больше. То есть по энергетической емкости грамм жира в 2 раза больше, чем грамм углеводов. Если мы едим и жир, и углеводы, то мы перебираем калораж, в результате жир идет в жир, и лишние углеводы идут в жир. И в результате мы получаем избыток... Чистый жир. Чистый жир, да. Ну и при этом еще всякие к этому такие радости, как свободные радикалы, высокий индекс воспаления, там фестиваль в кишечнике от патогенной микробиоты, нас пучит, у нас там меняется стул. В общем, мы все эти радости видим потом на коже в виде высыпаний или каких-то ухудшений самочувствия. Когда мы исключаем углеводы, то мы снижаем индекс воспаления сразу раз. Когда мы запускаем кетоз, то мы... Кетоны обладают сами противовоспалительным эффектом. И это первое. А второе, при своем метаболизме их путь короче, и количество, скажем так, побочных продуктов гораздо меньше, и свободных радикалов гораздо меньше, чем при метаболизме глюкозы. Поэтому наш, так скажем, организм работает более экономично. Что это значит? Это значит, что как дизельное топливо. Мы заправляем автомобили, можем на одном баке проехать с тысячи километров. Если мы заправляем бензин, мы будем тратить бензин в два раза больше по объему. Здесь вот та же самая абсолютная история. Поэтому в кетогенном рационе взрослые люди едят один-два раза в день. Не потому, что они себя ограничивают, а потому что метаболизм жиров идет медленней. Жир – это единственный макрос, который не приводит к увеличению количества инсулина, не привасирует выброс инсулина. А выброс инсулина уже запускает ряд биохимических каскадов, в которые уже там включаются гормоны антагонисты. Переожжу на русский язык. Это еда для социопатов. Ну, потому что, как вся встреча всегда происходит в ресторанах, и ты там проводишь кучу времени, тебе говорят, приходишь в ресторан, пей чай и кофе. И все. Естественно, без сладенького. Но все равно есть один раз в день. А какое время без разницы? Можно выделить кофе, бокал вина и, значит, никакой проблем. Бокал нельзя, углеводы. Я Василию Олеговичу говорю, слушай, ну подожди, ну смотри, мы все исключили. Мясо-то, говоришь, там, 300 грамм, ну там 100 грамм белка, но там 300 грамм мяса получается. Жира там сколько-то. Знаешь, что такое какие-то бутерброд? Это на кусок сыра масло намазать. Да, без силы, правильное выражение лица. Так вы разрушили вообще все представление о диетах, которые были. Перекуси яблочком, на ночь стакан кефира. Да вообще невозможно. Перекуси орешками, частое питание. Орешки выброси сразу, грибы, так и быть можно. Никакого частого питания, нечего чистить. Но ужаса я другого, потому что ты ешь все равно мало. Я говорю, хорошо, а есть-то что? Есть, есть, ням-ням, есть что? Ну съел я вот это. Дальше я здоровый мужик, дальше что? Зачем тебе дальше? Ну реально, значит, есть у нас такие варианты кето-десертов, чтобы в жизни было скучно, когда какие-то праздники, ритуалы соблюдаются. Это кето-тарты, они сделаны из безглютеновых смесей, то есть это миндальная мука, все это пропитано маслом, и используются горькие шоколады. По своей органолептике и по своим вкусовым качествам это просто очень вкусно. Но что было замечено? Ну это сало с шоколадом, кето-бутерброд. Ну сало там какого нет, там используются растительные масла, сливочные масла. Очень вкусный торт, приехали ребята, день рождения, значит, я для них этот торт обозначил. Он говорит, слушай, я съел вот такой маленький кусочек, я больше всего просто его не смог. Ну потому что я на следующий день, говорит, я после этого торта чувствую, я не хочу завтракать, не хочу обедать. Значит, а потом прихожу домой и вижу, что мне минус килограмм. То есть я съел торт, ну реальный торт, да, там, значит, мы пили вино, ели эти бараньи ребра, значит, это был кето-торт. Человек сбросил минус килограмм. Рецепт мы запишем после эфира, да, Саня? Рецепты есть в моей книге. Сейчас, что удивительно, ко мне пришло издательство, попросило написать книгу по результатам мастер-классов, и мы сделали такую книжку, которая называется «Кето-диета. Есть жир можно». И как она построена? Там мой личный опыт, там опыт моих пациентов, и, что очень важно, там есть опыт по каждому из разделов, опыт тех жителей Инстаграма, тех моих определённых подписчиков в Инстаграме и Фейсбуке, которые на себе испытали кетогенный рацион, они там представлены их никами, с каждым из них можно связаться и лично переговорить, что это не какие-то написанные или художественные вымыслы. Она такая абсолютно получается нон-фикшн, то есть это документальная, литературно обработанная история. Поэтому здесь это не какая-то сейчас у меня хайповая идея. Я ещё раз говорю, в формировании этих рационов мы идём снизу вверх. Снизу, то есть решая проблемы на самом биологическом дне и виде результаты, потом мы видим, что и на системе оздоровления это тоже будет работать. Я также к этому пришёл. У меня уже были пациенты с эпилепсией, поэтому я всё на себе пробую. Я решил, и кетогенный рацион я тоже начну с себя. А вот просто начну вместе с ними на той же кухне. Мне за месяц ушло, значит, стало уходить по 5 килограммов. Я в какое-то очень быстрое время пришёл в рабочую форму. А я устанавливаюсь, мучаюсь, и пока тяжело. Но я вообще не человек. То есть, в принципе, многие доктора приходили к выводу, что я, судя по всему, вот звероящер. Ну, Владимир, здесь вы правильно формулируете какие-то моменты, потому что генетика, метаболизм, она тоже должна быть. И индивидуальная генетика, она тоже присутствует. То есть, у меня есть, например, пациенты с определёнными особенностями интоксикации. Ну, это дети. Чтобы было понимать, насколько мы тщательно отрабатываем все эти моменты. Его вес 15 килограммов. Он принимает белка грамм на килограмм. Всё чётко в калькуляторе рассчитывается. Если его рацион в сутки увеличивается на 3 грамма белка, он входит в тяжелейшую интоксикацию. Ничего себе. То есть, начинается сразу сбой в цикле мочевины, и, соответственно, с интоксикацией уже аммонием. То есть, здесь, по большому счёту, человек должен понять, что ему важно. Но есть случаи, значит, сердце разрывается. Я прихожу к Василию Олеговичу, он мне говорит, познакомься. Заходит красивый мужик. Высокого роста, красивые черты лица. Тяжело больной. Молодой мужик, ему 44 года. И он со мной говорит, а у него голос дрожит, как у столетнего старца. Но не от страха? Нет, нет. У него жуткий тремор. И выясняется, что у него было в жизни всё хорошо. А потом вдруг обрушилась страшная болезнь. С 22 лет он стал терять функции. Увелась дрожь, спазмы в горле. У него нарушилась речь. Он прошёл по всем клиникам Питера, Москвы. Он съездил в Израиль. И везде ему сказали, что мы ничего сделать не можем. Живи с этим, как есть. Мы видим, что ты больной, и у тебя диагноз. Ты больной. Ну, прощённо говорю. И смирись, да. По большому счёту, да. И я с ним говорю, а человек же умный. Притом видно, что умный, образованный. И он говорит, вот я только начал, но у меня депрессии ушли. И вот в этой одной фразе такая больная. Представляешься, когда человек неделями находился в депрессии. А депрессия – это не то, что милые девушки представляют, когда у них плохое настроение, и сумочка Биркин может исправить. Депрессия – это страшная вещь. Депрессия – это когда ты с кровати встать не можешь. Когда тебе дышать не хочется. Вот настоящая депрессия – это, в принципе, смерть-смерть. И то, что он выходит из этого состояния, благодаря процедурам, которые получают в клинике доктора, это уже важно. Понимаешь, уже вот это он видел, у него появилась надежда. Это не значит, что удастся всё решить. Было бы слишком наивно считать, что есть уникальный метод, который от всего излечит. Но то, что пока удаётся добиваться самых удивительных результатов, это тоже правда. Ну, действительно, даже с ним он пришёл уже к нам самостоятельно, начиная входить в китоз, и заметил, что на этом фоне настроение стало лучше, и двигательные функции, по крайней мере, на уровне спазмов в горле, стали уходить. Ну, и, конечно, сейчас я уже имею некий набор кейсов за эти годы. К нам, я помню, был в Ташкенте, и вижу диабет, который был на инсулине, с сахарами 60. Ну, то есть, прибор просто уже сахар не мог показывать. Я понимаю, что уже вариантов никаких нет, привожу его в клинику, через 4 дня у нас сахара 8. Ну, и, соответственно, до этого уже все осложнения, снизкий иммунитет, гнойный артрит, рана, которая была вскрыта и не заживала. Когда мы сахара уронили с 60 до 8, ясно, что эта рана стала заживать. При этом сделали мы это не инсулином. Инсулину она уже получала очень большие дозы, нам удалось его снизить. Также немало было успехов и с эпилепсией. Когда сначала мы делали кетогенную диету, иногда это уже убирало приступы. Иногда после кетогенной диеты мы проводили еще определенные биологические коррекции, где-то противовоспалительную терапию, где-то метаболическую терапию. И на базе кетогенной диеты уже выстраивали ситуацию, когда отказывались больше от противосудорожных препаратов. Такие же успехи у нас есть с рассеянным склерозом, такие же есть успехи с болезнью Паркинсона. И да, Владимир очень правильно сказал. Сейчас я был в онкологических клиниках, которые используют кетодиету, как базу либо как химиотерапии, либо вообще как монотерапию онкологических процессов. По той же простой, казалось бы, логичному принципу. Быстро растущие опухоли, большинство генотипов быстро растущих опухолей живут на глюкозе и не могут употреблять кетоны. Если мы лишаем их питания, лишаем их глюкозы, их рост останавливается. Ну и кроме этого, существительность рецепторов к химиотерапии повышается. Таких пациентов у меня уже тоже несколько. Я скажу так, уже немало. Слушатели спрашивают, кетодиета – это медицинская диета? Нужна ли она здоровым людям? В режиме здорового человека – это лайфстайл. Поэтому кетолайфстайл – это единственный рацион с тем режимом элиминации, который я озвучил, который позволит предупредить все те заболевания, которые мы сейчас проговаривали. Если кто-то хочет остановить, так скажем, ту лавину, нарастающую поколенческой дегенерацией, которая сейчас происходит, так скажем, на своем семейном кругу, то это единственный вариант – сменить рацион питания. Мы поняли, что все эти приросты связаны с тем, что продукты стали захимичены, и количество углеводов стало резко расти. Это повело за собой, мы видим, гормональные нарушения, это потянуло за собой нарастание воспалений со всеми вытекающими проблемами. Посмотрите, насколько… Ну, вот простой пример. За последние 100 лет насыщенность спермы у мужчин упала в 10 раз. То есть раньше норма была 120 миллионов на миллилитр по количеству сперматозоидов, сейчас 12. И при этом в этих 12 миллионах сперматозоидов 3-4% активных. То есть мужчины становятся бесполыми. Это и есть отражение митохондриальной дегенерации. И мы также это обсуждали вот с Марией, мы с ней разговаривали в выходные достаточно долго. Это мой врач. Эндокринолог. Эндокринолог. Очень умная, обаятельная, красивая женщина. И мы с ней… Единственная женщина, доктор, который управляет вертолётом. И мы с ней также сошлись во всех этих наблюдениях. Когда я наблюдаю, смотрю, что дети стали слабее, она замечает, ну, уже своими глазами сканируя людей на улицах, это происходит непроизвольно, что гормональный фон у людей тоже падает. Ну, мы это видим как профессионалы, по внешнему виду мы можем много что сказать, потому что уже имеем большую базу данных, сопоставление-то с теми анализами, которые проходят через наш приём. А жить дольше с кетодиетой тоже можно? То есть, по большому счёту, кетодиет, это получается… Кетодиета – это наше палео, мы с этого начинали, это наша биохимия. Есть отличие и от палеодиеты. Потому что, смотри, если уж говорить абсолютно точно, да, то для того, чтобы кетодиета работала хорошо, нас спрашивают, а как же холестерин? Ведь, по большому счёту, принципиальное отличие от палео состоит в нашем образе жизни. У нас нет необходимости сейчас переживать тот уровень стресса, который был у охотников, когда то ли ты идёшь на животное, то ли животное идёт на тебя. У нас нет таких выбросов адреналина. У нас нет такой бешеной физической активности, которая была у наших прав. Поэтому мы, на самом деле, по памяти едим гораздо больше, чем нужно, при том чисто на психологии, и находимся в других процессах. Процессы другие и качество еды стало хуже. К всему приходится относиться перфекционистично. И сейчас я скажу так, что маятник был запущен вот этими диетологами, которые в своё время говорили о низкожировом питании. И ведь всё долго, очень долго жир был, так скажем, незаконно. Когда мы говорили о постном мясе, когда мы говорили замените жирные продукты длинными углеводами, это были подачи эндокринологов и этих диетологов. Куриная грудка с сельдереем. Да, да, да. И в результате вот это вот игнорирование жира и перевод ещё животного жира в трансжиры, он привёл к тому, что и пропорционально, то есть что произошло? Стало увеличиваться количество углеводов, при этом стало уменьшаться количество жиров в рационе. Жир – это основа гормонов, холестерин – это основа гормонов, углеводы – это провокаторы воспаления и метаболических заболеваний. Ну, собственно, мы получили эти ножницы, которые сейчас нас разрезают. Когда маятник ушёл в свой пик, а мы сейчас говорим о том, что мы находимся в метаболическом системном кризисе, то надо принимать достаточно жёсткие смены парадигмы. И, конечно, потом мы можем сказать, что и кето-лайфстайл является таким алгоритмом. Это уже умеренный низкоуглеводный рацион, где да, в стандартной кето-диете, а есть несколько вариантов кето-диеты, это стандартная кето-диета, это зерокарп-варианты, то есть безуглеводные варианты, это корневор-варианты, это пики-еди-варианты. Я об этом очень подробно написал в книге. Но в стандартной кето-диете допускаются три источника жира. Это растительные масла, это молочные жиры, это животные жиры. Также там допустимы растения, но растения, которые не содержат фруктозу, и растения, которые имеют минимальное количество лектинов. Ну и также исключаются те растения, которые имеют сами высокий индекс воспаления, то есть это бобовые, послёновые, цветные овощи, это тоже исключается, корнеплоды исключаются, то есть пустые овощи исключаются. И поэтому тогда мы получаем, по сути, весь набор продуктов, и по большому счёту в режиме кета-лайфстайл основная элиминация – это мусор, а мусор – это фрукты, сухофрукты, соки, газированные воды, это все кандирские изделия и все мучные изделия. Дальше уже режим элиминации зависит уже от того, насколько человек просел. Я сейчас сказал, что люди сейчас просевшие, и только употребление молочных продуктов уже у некоторых приводит к обострению псориаза или каких-то кожных проявлений, или у детей провоцирует срыв по поведению или нарушению работы кишечника. Только так. Спрашивают, а что с мышечной массой будет происходить при такой диете? При кетогене… Ну, эта диета должна нарастать. Ну, по крайней мере, не падает. Она не падает. Сравнивали все эти диеты. Так вот, это же норма калорийная диета, на ней не голодают, мы получаем весь объём калорий. Только я сказал, что он будет полноценный. Количество белка при этом фиксировано. Мы потребляем белка в том необходимом объёме, чтобы поддерживать все наши обменные процессы по мышечной массе. А энергию берём из углеводов. Многие члены сборной России у меня наблюдаются, и их физические кондиции выросли, их выносливость выросла после того, как люди перешли на низкоуглеводные рационы. Там в режиме спорта единственное, что это можно делать циклически, там можно иногда употреблять углеводы. Опять же, касаемо фруктов, о них тоже люди так возбуждаются, как же без фруктов, как же без фруктов. Никогда не были фрукты круглогодично. Никогда, или как одна там спросила. Они были сезонными. Они были только сезонными, поэтому... Груши нет, съешь пока морковку. Вариант циклических, циклический кето, это да, когда мы осень, зима и весна находимся в кето, летом по сезону мы можем употреблять какие-то углеводы.